Издательство Бомбора. Океан книг. Об особенностях развития человека, формирования его нравственных устоев, умственных способностей размышляли издревле, а значит возникало вопрос о том, как правильно воспитывать детей. И вопрос этот имел отнюдь не умозрительный характер, а практическую заостренность. Ответ подразумевал не отвлеченные рассуждения, а конкретные рекомендации, как вырастить человека, наиболее полно отвечающего требованиям данного общества, его представлениям о необходимом, одобряемом, поощряемом, проще говоря, правильном. В каждом обществе, в зависимости от места, времени, внешних обстоятельств, господствующей идеологии, были свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, своя поощряемая модель поведения, свои нравственные ориентиры. И главная задача воспитателя состояла в том, чтобы максимально полно передать все это воспитаннику, как правило, в процессе обучения практической деятельности, формирования необходимых умений и навыков. Первобытные взрослые, знакомя детей со съедобными растениями, давая первые навыки охоты на то или иное животное, прививали уважение к интересам социума, пища добывалась для всех членов племени и к духам, от которых зависело, говоря современным языком, качество жизни людей. Природа была одухотворена в самом прямом смысле слова. Однако отношение к ребенку существенно отличалось от привычного нам, выработавшегося в процессе развития гуманистической, личностно ориентированной педагогики. Ребенок был не субъектом, а объектом воспитания и обучения. Он априори не был равен взрослому, человеку, приносящему пропитание и обладающему полезными для племени умениями и навыками, которыми ребенку только предстояло овладеть. Подобное отношение к детям сохранялось на протяжении веков. Достаточно вспомнить обычные для классической, в том числе русской литературы, сюжеты. Папенькин кабинет для детей запретен, там, где работает или даже просто читает газету взрослый, детям не место. Маменьку дети приветствуют, целуя ей руку. Обращаются дети к взрослым на «вы». Но вернемся к первобытному периоду, чтобы на примере увидеть грань, отделявшую детство от взрослости. Признание человека взрослым, в данном случае полноценным членом общества, было действительно этапным и сопровождалось обрядом инициации, в ходе которого дети показывали то, чему научились. Но, конечно же, инициация была больше, чем экзаменом. Это был еще и момент перехода из одного состояния в другое, связанное с новыми правами и обязанностями. Следы обряда инициации мы найдем и через многие века. Первый бал Наташи Ростовой – тоже своего рода инициация. Девушку вывозили в свет в определенном возрасте, что служило знаком. Ее можно сватать, в самое ближайшее время она готова будет к выполнению обязанностей хозяйки дома и матери семейства. С обрядом инициации можно, несколько утрируя, сопоставить и сегодняшние торжественные церемонии вручения паспорта воинской присяге. Какой метод воспитания является древнейшим? Ответить несложно. Воспитание собственным примером. Мы не ошибемся, если скажем, он присущ еще животному миру и актуален по сей день. Более того, педагоги открывали и открывают в нем новый потенциал. Если взрослый демонстрирует неукоснительное следование тем идеалам, которые хочет привить ребенку, воспитанник проникается ими. Воспитание примером – основа многих педагогических концепций, неотъемлемая часть целого ряда педагогических систем, очень разных. Ведь, как мы уже сказали, многое зависит от времени, места, ситуации. Как показывает история, для возникновения весьма своеобразных, малопохожих друг на друга педагогических концепций, совсем не обязательно, чтобы людей разделяли века и километры. Иногда достаточно наличия той самой приоритетной идеи, о которой мы уже упоминали. Наиболее очевидный пример – Афины и Спарта. Такие похожие и такие непохожие друг на друга древнегреческие города-государства. Основой воспитания в обоих была идея гражданственности, служения по лесу. Однако различия очевидны. Всем известно крылатое выражение «спартанское воспитание», и мы, как и полагается в случае с крылатыми выражениями, воспринимаем его отнюдь не буквально. Спартанское воспитание не просто требовательно, а суровое отношение к воспитуемому. Но ведь, по сути, элементы спартанской методики можно найти в педагогических системах, возникших на базе иных культур, и даже в современности. Серьезное отношение к развитию физических способностей, закалка, воспитание воинского духа можно ли представить без этого, например, суворовские училища? Обучали спартанцев и музыке, но, как несложно догадаться, правильной музыкой считались военные гимны. А вот афиняне, несмотря на общий курс на воспитание гражданина, куда серьезнее задумывались о гармоничном воспитании и развитии. Физическое воспитание – это важно, но не менее важна, к примеру, способность красиво и убедительно говорить. Спарта ассоциируется у нас с лаконичной речью. Спарта, как мы помним из школьного курса истории, находилась в области, именуемой лаконией. Афины – с искусством риторики. Музыка, танец, поэзия. Часть образования и воспитания. Именно эта направленность на всестороннее развитие человека со временем и приведет к появлению так называемой гуманистической педагогики, развитие которой продолжается и поныне, теперь уже с опорой на индивидуальные качества и потребности личности. Да, конечно, идеи педагогов XIX века далеко ушли от мыслей, высказанных Платоном, а современные специалисты разработали концепции, которые могли бы удивить их коллег из прошлого, но при этом доказавшие свою практическую значимость. Педагогика – живая наука, пополняющаяся новыми данными, получаемыми, разумеется, главным образом путем апробации, но преемственность в педагогике не менее важна, чем в других науках, и без нее, без преемственности, невозможно новаторство. Время от времени возникают поистине судьбоносные для педагогики идеи, которые находят свое воплощение как в жизни, так и в книгах, оказывающих влияние на последующие поколения родителей, воспитателей, учителей. О таких идеях, новаторских для своего времени, а теперь ставших классикой, неотъемлемой частью традиции, мы и расскажем в предлагаемой вашему вниманию книге, а также о современных концепциях и методиках, успешно применяемых на практике. У каждого причастного к воспитанию детей и подростков возникают свои трудности, свои вопросы, на которые необходимо найти ответ. Мы уверены, что опыт великих педагогов прошлого и наших современников вам поможет. А начнем мы, что вполне логично, с педагогических идей античности.